Здравствуйте, уважаемые зрители! Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Сегодня расскажу о пополнении слонобойной коллекции. Это 500 Nitro Express. Ну, здесь вот слева для сравнения 7,62х54R с пулей LPS, если не ошибаюсь. Ну и вкратце 375 Голланд и Голланд Магнум, 416 Ремингтон Магнум, 416 Ригби или Ригбай, 458 Винчестер Магнум, 470 Нитроэкспресс, 500 Нитроэкспресс и 577 Нитроэкспресс. А всех, кроме рассматриваемых, были видео на канале. Смотрите, находите, пожалуйста. Пули у меня есть только к двум, к 375 и 458. Ну и сразу же перейдем к истории боеприпаса. Начнем с того, что рассматриваемый нами боеприпас, это 500 Нитроэкспресс. Оказывается, их было целое семейство. Семейство это имело различные гильзы длиной от 1,5 до 3,25 дюймов. Но мы рассмотрим только те, которые наиболее употребимые были. Итак, история нашего боеприпаса начинается в 1867 году, когда его разработал полковник королевской артиллерии аналийской Эдвард Мунье Боксер. Изначально он, как видите, снаряжался дымным порохом в составную гильзу, где было вот такое вот основание латунное. И фланец мог быть сначала стальным, потом также стал латунным. И он, собственно, приклепывался на ромашку, расклепанным таким посадочным местом под капсюль, куда вставлялся, собственно говоря, капсюль, собственно говоря, боксера. То есть, это тот самый боксер, который как бы изобрел данную систему воспламенения, собственно, боксеровскую. Корпус гильзы сворачивался из фольги, а пули снабжались бумажной оберткой. Использовалось для крепления кернения. Ну, вот в данном случае точечное. Снаряженный дымным порохом, такой боеприпас давал начальные скорости 475 до 600 метров в секунду. И энергетика, соответственно, была порядка 2975, 4, почти 300 джоулей. 4300. Ну, грубо говоря, от 3 до 4 300. Затем, гильзы постепенно эволюционировали и превратились в монолитные. Еще при дымных порохах. При этом использовалась уже бердановская система воспламенения. То есть, колпачок и наковаленка являлась частью гильзы. И, соответственно, два затравочных отверстия. Ну, или инициирующих. По энергетике боеприпас хорошо подходил для крупных зверовых европейских охот. Ну, и в частности, в некоторых, наверное, колониях английский, так как боеприпас английский. Вот. И пользовался довольно-таки заметной популярностью в этом качестве. Использовался в двуствольных штуцерах. Соответственно, они тогда назывались экспрессы, эти штуцеры. Ну, а теперь мы их называем дымными экспрессами, как и боеприпасы, собственно говоря, к ним. Интересно, что перед появлением уже нитроэкспрессов фирма «Весли Ричардс» начала выпускать собственную версию дальнобойную этого боеприпаса с массой пулей 570 грамм. То есть, 36-94 грамма. И это косвенным образом свидетельствует о том, что довольно-таки, ну, заметной популярностью, по крайней мере, в узком кругу, этот боеприпас пользовался. Потому как кого делают собственные версии и так далее. Тому, кто имеет смысл. То есть, тот, кто более-менее распространен. Ориентировочно в 1890-х годах к этим боеприпасам уже на монолитных гильзах были созданы нитроэкспрессы. Созданы они были по классической аналитской схеме. То есть, в монолитную латунную гильзу дымного экспресса она снаряжалась кордитом. Пули заменялись на более современные, оболочечные и полуоболочные. Так как уже при таких усиленных зарядах свинцовые уже будут срываться с нарезов. Ну и действительно, скорость возросла до 625-655 метров в секунду. А была 475-590. И энергетика скаканула до 6950 джоулей. То есть, фактически, до 6-8 тысяч джоулей. Напомню, с 3-4 300. 3 тысячи джоулей до 4 300 и возросла до 6 100 и почти 8 тысяч джоулей. То есть, естественно, этот боеприпас как бы выбился уже в другую лигу. И лига, эту мы с вами знаем, это лига слонобоев. То есть, лига предназначена для добычи самых крупных трофейных животных Африки, которые называют Биг Файв, Большая Пятерка. Это, если не ошибаюсь, носорог, слон, гепард, лев и еще кто-то. А, и капский буйвол. В старинной литературе, дореволюционной, в частности, у меня Бутурлин 1913 года. В плейлисте книги можете его найти и посмотреть. У меня упоминается этот боеприпас, именно его 3-дюймовая версия, как Лангс 500 Кардит. Это именно с 3-дюймовой длиной гильзы. Из чего можно как бы сделать вывод, что разработан он был именно Нитроэкспресс уже Джозефом Лангом. Английским оружейником. Ну, соответственно, конца 19-го, начала 20-го веков. И снаряжался этот боеприпас пулями, как я уже сказал, различных конструкций, полуоболочных и оболочных. С массами от 440 до 570 грейн. И, соответственно, 28,5-37 грамм. 36,94, почти 37 грамм. Ну, свинцовые пули, верхний порядок у них был тот же самый, 36,94. Но снаряжался и более легкими пулями, 340 грейновыми. То есть, порядка 22 грамма массы. Дальнейшая история боеприпасов проходила в 20-м веке. Со всеми его пертурбациями, со всеми его событиями. И, в принципе, понятно, что данный боеприпас, кроме как охот в Индии или в Африке, больше для другого слабо подходит, так как является чрезмерным. Только по самым крупным, по самым крепким на рану животным нашей планеты, сухопутным, применяется. Интересно, что на протяжении всего этого времени и до сих пор боеприпас производится. Вот данный произведен лондонской, по крайней мере, раньше была эта лондонская фирма Кайнок. Сейчас Кайнамка или Кинамка, не знаю, как правильно читается. Но этот боеприпас производится до сих пор. Понятно, что это не массовый боеприпас. Боеприпас дорогой, боеприпас для определенных потребителей, скажем так. Интересно отметить, что, вот как я уже сказал, при переходе на монолитные гильзы, стали применять Бердановскую систему воспламенения. Но вот в современных боеприпасах вернулись к боксеровской, только уже в монолитной гильзе. К сожалению, тут не видно будет. Наверное, свет у меня не очень позволяет это увидеть. Но она, система воспламенения, боксеровская. Конструктивно он не отличается от 577, за исключением того, что у него перевернутые клеймы в этом отношении. То есть, видите, здесь Кайнок сверху фирма, а калибр снизу 577. А здесь на 500 наоборот, вверху 500 нитро, внизу Кайнок. В остальном гильзы конструктивно очень сходные. И они буквально пропорциональны, за исключением длины. То есть, длина у них одинаковая, 3 дюйма. Это самые, скажем так, выжившие каждой из своего семейства. Вот здесь было определенное семейство 500 калибра, то есть, 12,7 мм. Здесь 577, 14 с чем-то, более 14,5. И вот они такие самые оказались живучими, самыми оптимальными. Если сравнивать их между собой, то понятное дело, что 577 будет давать более крутые траектории. Любознательный зритель, я уверен, смекнул уже почему. Но я все-таки вкратце немножко скажу об этом. Во-первых, здесь больше калибр при одинаковой длине гильзы. Что это значит? Это означает, что в калибрах пули пороховой столб здесь будет пропорционально выше. При прочих равных условиях. Соответственно, пропорциональные пули будут лететь по более плоской траектории. Если можно так сказать, по более отлогой траектории. То есть, данный боеприпас позволит стрелять чуть-чуть дальше. Ну, чуть-чуть, не чуть-чуть. Немного дальше. Но, учитывая предназначение такого оружия. То есть, 577 должен останавливать, независимо ни от чего, разъяренное животное и так далее. А то 500 уже может не только гид, но и сам охотник его использовать. Оно легче. Соответственно, больше шансов его дотащить до нужного места, до места охоты. Ну, и в любом случае мы понимаем, что это легче. Боеприпас сам по себе легче весит. То есть, запас патронов тоже будет легче. И плюс, он позволит стрелять дальше. И при прочих равных, меньший диаметр даст нам и большую проникающую способность. Даже при одинаковых скоростях. Начальных. Ну, точнее, при одинаковых скоростях встречи с целью. Вот, соответственно, такая как бы разница между ними. Еще хотелось бы показать одну такую особенность. Не знаю, получится на камере или нет. Но вроде бы должно получиться. Если мы вот под разными углами смотрим на отражение света, то мы видим, что вот край вот этой пятисотой гильзы, он немножко как бы вывернут назад в некоторых местах. То есть, если предположить, что сверху и снизу находились экстракторы, то вот здесь, видите, такие как раз две какие-то такие вот шишечки небольшие на фланце. Их видно только в отражении. Что, я думаю, произошло? Когда его вытягивало из патронника, вот двумя такими как бы полукруглыми выбрасывателями, экстракторами, то фланец, вот я уже в прошлом видео, точнее не в прошлом, а в видео про 577 рассказывал, что пропорционально, ну, очень тоненькими выглядят фланцы. Но за счет, видимо, большой площади экстракторов, площади сцепления с фланцем, это не имеет решающего значения. Стволы тяжелые, рычаг большой, то есть, их со ствола выкидывают, несмотря на то, что они фактически цилиндрической формы. Ну и, естественно, я думаю, подбор современных парохов для африканских охот сделан так, чтобы они их не дуло, чтобы они не подлипали. Тем более, традиционно, такие боеприпасы, они работают при относительно низких давлениях. Кстати, возможно, в этом еще один секрет живучести их, что они работают при низких давлениях, а в жарком климате, как мы понимаем, это иногда может и решающую роль сыграть. Так вот, когда я вытянула, вот эта вот шляпка как бы подвыгнулась, и образовалась вот так, два таких вот холма. Гильза стоит все ровно, но ее видно, то есть, вот это вот изгибание фланца, оно видно только вот в отражении. А вот здесь, в 577-м, я такого, ну, как бы не обнаружил. То есть, вот еще такое вот, то, что я заметил. Может, действительно, подлипла гильза, ее рвануло, и, соответственно, вот таким образом. А, возможно, это характерно, и я думаю, глядя на толщину фланцу, скорее всего, это действительно характерно для вот такого вот оружия. Капсюля у них одинакового диаметра, по крайней мере, очень похожий по диаметру. Хотя могу ошибаться. По крайней мере, выглядят пропорционально. Ну, ладно, не буду, как бы, удлинять видео. Со всеми этими мелочами сразу и не разберешься. Вот. Ну, в частности, вот, например, вспомнил о том, что было такое ограничение. И в видео про 470 Нитроэкспресс я об этом рассказывал. Когда был конфликт в Судане, восстание в Судане, англичане ограничили ввоз на территорию Африки. Любых патронов, и не только Африки, по-моему, и Индии тоже, любых патронов калибра 450. В связи с тем, что повстанцы, старые проданные им винтовки Мартини Генри, 450 дробь 577 Мартини Генри, они использовали такие пули для переснаряжения, и, соответственно, это блокировалось. Так вот, 500-й калибр, это как раз вообще никак не коснулось. И, понятное дело, и 577-й тоже. И они продолжали использоваться, продолжали ввозиться и активно использовались для охот. Ну, а на этом, пожалуй, все. Не часто слонобойми пополняется коллекция. Из официально допустимых таким охотам, пока что у меня, вот вы видели, в коллекции всего 7, именно специализированных боеприпасов. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok